В Луганске сегодня отмечают День города. Перемирие, хоть и очень хрупкое, в целом соблюдается. Несмотря на то, что украинские силовики все же используют прекращение огня для перегруппировки сил, на родину стали возвращаться беженцы. Репортаж Станислава Назарова. Когда центральную площадь проезжает колонна техники армии Луганской республики, луганчане защитников города встречают как героев. Впервые за эти самые трудные месяцы обстрелов и бомбежек здесь собралось несколько тысяч человек. Жители Луганска не побоялись. День 219-летия города. Праздник встречать вместе под фронтовые и послевоенные песни. Сегодня в городе еще и настоящий парад свадеб. Новая ячейка общества, новая республика. Смотрите, действительно это так. Республиканское свидетельство. Да, да. Это настоящее республиканское свидетельство о том, что мы действительно... Это не шоу, это ничего, это действительно так. Всего в нескольких километрах от центра города на передовой ополченцы продолжают наблюдать, как к украинским подразделениям подтягиваются все новые силы, бронетехника и артиллерийские установки. Окопы, блиндажи и доты выстроены на всех ключевых рубежах обороны Луганска. Оборонительные сооружения на высотах по всей линии фронта занимают усиленные подразделения армии Луганской Народной Республики. Отсюда с передовой хорошо видны огневые позиции украинских силовиков. Украинская армия укрепляет позиции и перегруппируется. Ополченцы в ответ завозят на господствующую высоту зенитные установки, гаубицы и тяжелую артиллерию. За этими позициями ополченцев прямая дорога на Луганск, поэтому за эти рубежи бойцы армии Новороссии готовы сражаться до последнего. Крупнейший в Восточной Европе завод по производству волков для прокатки металла уничтожен в руинах. Оставные цеха производства, электроподстанция завода до сих пор дымится. Бронетехника была, были установки град, с которых с территории завода взялась стрельба. И мы работали. Да и команды у нас не было прекращать работу. На заводе базировалась группировка украинских войск с численностью почти полторы тысячи человек. Именно отсюда силовики расстреливали окрестные города и поселки под прикрытием заводчан, которых военные заставляли выходить на работу. Пожилые люди сравнивают пережитые в начале сентября с годами Великой Отечественной войны. Эти улицы обстреливались как раз с территории завода. 80-летняя Варентина Яковлевна до освобождения города Лутудина просто не выходила из подвала. Дом ее сына, как и у многих других соседей, разрушен. Спустя месяц, проведенный в эвакуации в России, Николай вместо дома обнаружил груду битого кирпича. Строить новый дом семья уже не сможет. И как ее восстанавливать, если я смотрю, поразрывались, углы подходили. Тут или все по новой перелаживать, или все бросить. Мне 60 лет, мне просто сил не хватит. Без электричества Луганск и Пригороды существуют почти полтора месяца. В результате боевых действий уничтожено 53 километра высоковольтных проводов и сотни километров лэп. Разрушенные подстанции, поваленные опоры и сожженные провода. Электрики даже не восстанавливают, а по сути выстраивают заново сетевую систему региона. Ремонтным бригадам на это потребуется не один месяц. Пока высоковольтные поднимают. До низковольтных еще дела не дошло. Вот местные сами тут восстанавливают. Эту колонну из 280 грузовиков с гуманитарной помощью здесь ждали несколько недель. Больше 2000 тонн провизии, крупы, консервы, детское питание. Городу, пережившему блокаду, были как никогда необходимы. Гуманитарную помощь, отправленную сюда в августе, получили 183 тысячи луганчан. Помощь из России здесь выдают по спискам. Пункты выдачи находятся в школах. Пока город пытается вернуться к мирной жизни, в пригородах на огневых рубежах ополчения продолжается усиленное боевое патрулирование. Станислав Назаров, Сергей Трусков, Владислав Фридорин. Вести. Луганская область. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Станислав Фридорин.